Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия, я Александр Петров. Добрый вечер из шоппинг-центра в Индзоре. Здесь неплохие ресторанчики. Вот, кстати, ресторанчики достаточно недорогие, но судя по тем лицам и тем приветливым вот таким кошечкам, которые машут вам рукой на счастье, это тоже наши друзья из Китайской Народной Республики. И сейчас я хочу сделать видео, которое вы смысл его поймете, когда досмотрите его до конца. Ну, если досмотрите. Но, как во всем мире, всегда есть и двойной, и тройной смысл. Поэтому, если не досмотрите, то узнаете что-то другое, не самое главное, что я хотел вам сказать. Но тоже, наверное, важное. Сейчас идет борьба между теми людьми, которые хотели бы видеть Китайскую Народную Республику в друзьях, в Австралии. И недавно я по ABC, по-моему, или по SBS, по какой-то программе слышал о религиозной секте Фулангонг. Дескать, женщина плакала, жаловалась, что ее сестра, даже не сестра, а мать по мать, отказалась от услуг медицинского персонала. И в итоге умерла от многочисленных инсультов, которые следовали один за другим. Но она отказывалась от медицинской помощи, потому что она состояла в этой секте. И эта секта говорит, что, якобы говорит, может быть, так оно и есть. Я толком не разбирался ни в Свидетелях Иеговы, ни в остальных сектах, типа китайских Фулангонг. Но она известна, в Австралии она международная, и это своего рода на религии, это и есть религия. И они запрещают, насколько я знаю, как свидетели Иеговы тоже, они запрещают пользоваться медицинской помощью. Дескать, надо медитировать, надо свои собственные силы, ресурсы тратить, и тогда вы выздоровеете. И вот человек плакал, и это интервью вызвало очень горький осадок и, честно говоря, неприязнь к людям, которые сидят на улице, там, у таунхола и заявляют о том. Так вот о чем они заявляют? Они заявляют о том, на основании чего они сюда приехали как беженцы. И до недавнего времени, в принципе, и до нынешнего времени, сейчас тоже можете слышать, что вот сектанты жалуются на то, что они хорошие люди, они добрые, они искренне прозападные люди. Но их пускают ненавистное китайское правительство, коммунисты, пускают на органы, а их там, дескать, 50 миллионов или что-то типа этого. И, соответственно, позиция наша, дескать, ну, действительно, людей на органы, мне хорошо это как-то, соответственно, это вызывает у нас приязнь к этой секте и неприязнь к китайской народной республике, дескать, коммунисты и так далее. Официальная позиция Китая такова, что эти люди являются агентами влияния Запада, что эти люди не желают Китаю добра, что эти люди, в общем-то, следуют фарватере тех сил, которые грабили страну более 100 лет подряд. И только в последнее время Китайская Народная Республика встала на ноги и может дать этим гадяям очепец. Это пятая колонна Китая, китайского народа, не только коммунистического Китая, если он вообще коммунистический. Им надо дать отпор. Это позиция Китая и многих китайцев, которые искренне патриотичны, националистичны, и, в общем-то, как вы назовете, так оно и будет. А теперь посмотрите, то есть как вы взглянете, это называется фрейминг, да, то есть как вы посмотрите на события, так вы его и представите. Теперь представьте взрыв здания ЦРУ в 1995 году, насколько я помню, в Оклахома-Сити. Штаб-квартира ЦРУ была взорвана. Я в этот момент находился у себя на даче, еще жил в России, работал на приусадебном участке, и, ну, уже тогда я понял, как, в общем-то, человек военный, из военной семьи, я понял, что это все пахивает очень нехорошо, липо это все, потому что взорвать здание ЦРУ не может никто. Если это какие-то террористы, какие-то, ну, там, хулиганы, бандиты, они это сделают, мафия, они это сделать не смогут. Не смогут это сделать и, допустим, какие-то враги страны, китайцы с русскими, там, советскими вместе взятые. Хотя в то время Китай был очень прозападный, а российские руководства во главе с господином Ельциным были просто купленные идиоты на службы в США. Но все-таки, то есть это было невозможно. Но мне было заявлено по радио, то есть я слышал, что было три заряда по тысяче килограмм в мешках из удобрений минеральных, это селитра. И один в центре был взорван, а два других не взорваны, поэтому взрыватели были обезврежены. Ну и, соответственно, полиция выносила эти мешки, они им по 20 килограммов, то есть надо было вынести 100 мешков из здания ЦРУ. Таким образом, я был достаточно удивлен, а как это так, мешки, 150 мешков с удобрениями, взрывчатка, да, селитра. Каждый знает, школьник, что такое селитра. В здании ЦРУ это лучшая спецслужба мира, внутрь какие-то мешки проносили, в три разных места. Ну окей, ну пронесли, посмотрим, что дальше. Потом, через два месяца, находят какого-то двух, в общем-то, идиотов странных. Они вели себя очень неадекватно, но вроде как они террористы. Но что оказывается, они взорвали машину с тремя тоннами взрывчатки, удобрений. Вот как эта машина, если это был взорван всего лишь одна тонна, остальное обезврежено, куда делось остальное, какая машина, где была воронка от взрыва. Потом нам показали воронку, но почему ее не было изначально, или эту машину взорвали уже после взрыва, вообще непонятно ничего. То есть нас просто держат за дураков. Если эти двое, Тимоти Маквей, там еще какой-то там напарник, если они взорвали эту машину, то, собственно говоря, что полиция выносила из здания, то есть врать-то не будут. Да, вот полиция выносит мешки взрывчаткой. Одна куча была взорвана, две кучи обезврежены. То есть нас держат за идиотов. Ну так правильно держат идиоты, мы и есть, потому что, собственно говоря, все забылось. Потом 9-11 там и все остальное появилось. Какие-то дома взорвали в России, какие-то в Рязани не успели взорвать. Нам говорят, учения. Мы во все верим. Потом какие-то террористы непонятные бегают, стреляют, прыгают, с ума сойти, как говорил Высоцкий. То есть фактически нам промывают мозги, и теперь я хочу вернуться к проблеме коронавируса. Нам говорят, что вот как бы, да, вот там люди умирают. Сперва нам говорят, вот изначально, нам всегда слушать, что проходит изначально. Изначально аналитики говорят, ну тяжелый, да, тяжелый грипп, но треть процента, полпроцента даже умирают. Потом нам говорят, что уже вроде как 3,5 процента. Но где-то полпроцента. Ну хорошо, как-то верить, что где-то полпроцента, где-то 3,5 процента. На чем это базируется? Получается, нас тоже считают за дураков. И правильно считают, я уже сказал. Если можно людей обмануть, когда вот такая вот очевидная вещь, то вот в эти фокусы с коронавирусом я не верю. Я знаю, как готовиться к отражению биологической атаки. Это весь медицинский и близкий к нему персонал на военном положении. Мобилизуется наука, и фармакологические компании уже работают, ну, как национализированные, а не пена изо рта, но они эту вакцину делают моментально. Работают военные медики, потому что американские, российские, китайские, израильские, британские военные медики это лучший цвет микробиологии. Это люди, ну, напомню, что с начала 70-х, середины 70-х не просто развили, но уже и создали биологическое оружие, расово-избирательное, я думаю, не только в одной стране или в двух. Это было сделано везде. Наука, она быстро обменивается опытом, даже если ученые этого не хотят, они зачастую, кстати, этого хотят, и выходят из-под контроля государства. Их, конечно, убивают, как многие микробиологи неожиданно как-то погибли в свое время, не так давно. Но смысл в том, что на почве совершенно неправильная информация. Если это оружие, то это оружие будет действовать так, что мало не покажется. Любое. Бактериологическое, а уж тем более биологическое, то есть вирусы. Если это натуральный какой-то продукт, то есть природно созданный от каких-то мифических мышей, то просто один из вирусов гриппа, с которым будут бороться гораздо эффективнее, чем со страшной испанкой, потому что испанка появилась когда? В 18-м году, когда весь мир обеседовал от самой страшной на тот момент мировой войны 18-го года, 14-18-й год, когда люди были ранены, обессилены, когда не было никаких медикаментов, никаких пенициллинов еще толком не было. Тогда это Флеминг, по-моему, Александр Куздалова. Вот поэтому я не верю в то, что нам говорят насчет коронавируса. То, что нам улыбут насчет коронавируса, это абсолютная правда. Вопрос, что есть на самом деле. Это же другой вопрос. И что может случиться? Если бы мне честно сказали, слушай, ну, серьезно, собираются применять биологическое оружие генетической направленности. То есть, Китай будет применять тот, который убивает всех, кроме китайцев, а остальной мир будет там, западный, так называемый, делать, продолжать делать то, что делалось там против монголоидов. Ну, кто-то там еще пострадает, несколько наций. Ну, счет пойдет на миллиарды жертв. Я бы сказал, окей, тогда я понимаю, для чего все эти маневры происходят. И, соответственно, ну, окей, значит, все. Играем в войну. Я сам играл в войну. Я на сборах был. Бегаешь в языка и так далее. Сейчас костюмы биологические защиты лучшее. Соответственно, ну, да, давайте опять научимся за 30 секунд это надевать и не снимать. Но я хочу знать, что происходит. А если на данный момент эти учения привели к тому, что люди нищаются страшной силой, вы сейчас можете посмотреть, ну, ладно, сейчас уже к конец рабочего дня. По большому счету у нас, собственно говоря, многие бизнесы закрылись. то есть вот эти вот кафешки, они были, вот эти все столики забиты были и их было так раза в два с половиной больше. Сейчас все пустует. И это пустует и днем, и вечером, и по субботам, воскресеньям. Все пустует. Цены упали. Люди теряют деньги, люди теряют бизнесы. Если эти все арендаторы уйдут, соответственно, те люди, которые вложили деньги в этот шоппинг-центр, они разорятся. Где же будет работать фактически только коллс, аптека и банк. И больше ничего. То есть это очень серьезный удар по экономике всего мира. Автоматически в такие времена люди не рожают. Соответственно, это то, что может стереть население земли с поверхности за буквально 50-100 лет. И дело в том, что достаточно этому продлиться лет 5, эффект будет лет на 50. Сформируется поколение, которое ценит свою жизнь, здоровье выше, чем какие-то идеалы, мораль и прочее. ни о каких браках, тем более дети рождениях, речь среди нашего нищего сословия идти не будет. Богатые люди, у них свой мир. Вот у меня есть подозрение, что это делается как раз теми людьми, которые имеют власть. Вот сейчас я вижу человека, который бомж, наверное, он пройдет сзади, можете посмотреть. Человек, который копается в урне ради того, чтобы найти какие-то окурки. Такие люди были и в светлые времена, классные времена, но сейчас таких людей становится больше. Испугающей, скажем так, испугающей очевидностью я вижу, что люди реально стали намного меньше тратить денег. Я понимаю, я сам призываю вас к этому. Но это последствия той политики, которую проводит наше государство, любое государство, которое приводит к обнищанию вот этот человек, да, пошел там за кустами, наверное, его не видать, к сожалению. Но дай бог мы увидим, вот кто-то помахал мне ручкой. Вот. Это приводит к тому, что мы все нещаем, это приводит к тому, что бизнесы закрываются, и соответственно, те люди, которые играются в игру, которая называется коронавирус, это страшные люди. Такие же страшные, и намного даже страшнее, которые боролись с терроризмом. У нас появился терроризм, который создавали те же самые люди, которые с ним боролись. У нас появлялись какие-то дедушки, похожие на Деда Мороза, которые объявлялись врагами человечества номер один, потом их якобы захватывали какие-то суперкоманды, с которыми тоже все исчезали, а дедушку расстреливали и топили на глубине чуть ли не Марианской впадине. Зачем этот цирк? Вы же в этот цирк верите? Мы же в этом обществе дурачки, правильно? Поэтому борьба с терроризмом теперь продолжилась борьбой с вирусом, да? Наверное отцом вируса объявят Китай. Чем дальше будет бороться? Ну, наверное, с биологическим терроризмом. Боюсь, что то, что у нас было 1984 Герберта Уэлл, ой, господи, кто у нас написал? Джордж Орвелл, да? Вот Джордж Орвелл 1984 покажется еще, ну, скажем так, и не совсем антиутопией. Так что, добро пожаловать в новый мир. Я думаю, ответил я на вопрос человека, который говорит, ну, если ты не веришь в коронавирус, то тогда мой вопрос снят, и я, как бы, о чем со мной разговаривать? Ну, о чем со мной разговаривать, да? О чем? Я же слишком много знаю, я кое-что знаю о Саддаме Хусейне. У меня ребята, мои друзья работали в миссии в Ираке и рассказывали про личность от Саддама Хусейна, который был поставлен американцами и англичанами вместо Абу-Бакра, да? Вот. Я знаю о Саддаме Бен-Ладене, который вообще семья дружественная в США и вдруг какая-то такая история интересная случается, да? Я вижу какой-то терроризм, где бедный террорист не знает даже, как держать пистолеты, там, до того доходит, что полиция врывается и сама убивает заложников, потому что этот горе-террорист даже стрелять толком не умеет. Я много чего знаю и для меня вот этот вот коронавирус в этой же череде. А то, что этим пользуются все страны мира, ну, так у нас же глобализация, правильно? Вы скажите, что это невыгодно богатым людям и правительству той же самой Украины или России. Ну, конечно, выгодно, но это выгодно и Австралии, и Новой Зеландии, США. Более того, это выгодно Китаю, это тоже объединяет народ. Уже не надо думать о какой-то политике. Все, смотрите, у нас рейтинг захудалого, в общем-то, никчемного премьер-министра, премьер-министра Скотта Моррисна растет как на дрожжах. Это же человек, который, ну, не может править страной. Ну, рейтинг растет, он же сильный человек. Его партия рейтинг растет. Они еще раз победят, и еще раз победят. А если у нас что-нибудь произойдет совсем катастрофическое, они будут ужасно успешно с этим бороться, то они еще больше наберут очков. Ну, кроме, если, если ребористы, допустим, вообще что-то такое скажут, что они будут вообще супер-борцы с заразой, тогда победят они, конечно. Но все используют этот эффект. Поэтому, дорогие друзья, просто посмотрите на то, что происходит и происходило в мире, посмотрите на то, помните, вот говорят, новояз, да, в 1984, то есть, в этом романе, говорится о том, что словарный запас уменьшается, уменьшается, он в разы уменьшается у деградирующих наций, они не используют больше, более красочные слова и выражения, их язык беднеет, их разум беднеет, их культура нищает, их история переписывается. Вот, соответственно, мы сейчас находимся в этом процессе. Я понимаю, что коронавирус это что-то такое свежее, но если вы посмотрите на бой с тенью, то есть, бой с невидимым противником, которого так и не нашли, этого противника, борьба с терроризмом, война с терроризмом, что-то уже терроризм исчез, и пираты какие-то тоже подисчезли, нет, там кто-то еще что-то продолжает, но на них вообще никто не обращает внимания, этого вообще нет, у нас просто вычеркивается целое, вычеркиваются целые события, целые пласты истории, и мы находимся в это удивительное время. Вы знаете, вот честно, нам сейчас не скучно, ну а те, кто хочет верить в коронавирус, я так скажу, что у нас есть сейчас разработанные в мире, это я вам как военный химик скажу, есть средства и убийства, оружие массового поражения, средства убийства людей, средства доставки настолько изощренные, на уровне даже наночастиц, не говоря уже о все эти микро роботы и прочее, что может быть этот вирус вообще еще вчерашний день. Вопрос, что с нами хотят сделать? ну это уже дорогие друзья, следующий вопрос, и не знаю, найдется ли у нас ответ на этот вопрос, и будет ли у нас время вообще об этом подумать, ну а вы говорите, когда начнут в Австралии пускать, тут траконролл может быть гораздо интереснее. Спасибо.